Предмет на полу А теперь мы с вами будем брать наклоны Пропорции предмета Прежде чем простраивать предмет насквозь Так как у нас к линии горизонта Предмет находится очень низко У нас вертикали сокращаются Горизонтали открываются То есть плоскость расширяется Мы видим ее больше чем вертикаль Достаточно вытянуть ручку в локте Один глаз закрыть И в плоскости своих глаз Не протыкая пространство А только параллельно своим глазам 360 градусов Берем Закрыв один глаз Размер ребра Я вижу ребро в натуральную величину Будем строить натуральную величину В один раз увеличим Этот размер можно прямо на натуре Перенести, приложить к вертикали Вот так Не вертикаль вот так взять А именно опять в плоскости своих глаз У меня примерно будет половина Вот это Вот это равняется половине где-то вот этого Но это мы сейчас еще раз померим Теперь мы знаем что Что предмет находится четко на горизонтальной поверхности Следовательно вот эти ребра Они будут вертикальны абсолютно Будем от него плясать Брать наклоны Наклоны не обязательно брать Как мы меряем Полностью в локте вытянув руку Наклоны можно брать Вот держась себя под локоть Один глаз закрыли Опять Но в плоскости своих глаз Чтобы мы могли перенести Вот так И посмотреть сквозь карандаш На проведенную линию на бумаге Взяли себе под ручку Карандаш за хвостик Как мне тяжело сейчас будет взять наклон Вот этой вот линии Я возьму карандаш как бы вниз Держа его, да В плоскости своих глаз То есть прямо перед моими глазами Вот так вот подняла ручку Посмотрела сквозь карандаш На проведенную мной линию Уточнила Еще раз Как точнее донести мысль Что вот вертикали Очень сильно сокращаются Ну это перспектива То есть вот у нас есть пример Таблица вот там, да Находится Мы как бы предмет видим сверху Вот У нас в принципе Если бы он был длинный У нас бы еще были Уходящие перспективы Вот так вот Внутрь вниз Если взять высокий цилиндр поставить То у него будет видимая хорошая перспектива Еще вниз пойдет она От нас На удаление, да Вот И поэтому В любом случае Так как этот привет находится на полу То есть это самый низкий ракурс Это самая максимально открытая горизонтальная плоскость Наклон взяли Теперь вот следующий мы возьмем наклончик Посмотрели сквозь карандаш на проведенную линию И померяем пропорции То есть опять не по направлению плоскости А я держу карандаш прямо перед своими глазами Отложим один раз Потому что мы увеличивали в один раз То есть у меня вот здесь вот побольше будет немножко Так За вертикаль держим край листа Чтобы вот эти линии куба Пока они были у нас вертикальны То есть параллельно к краю бумаги Далее Посмотрим этот наклон Посмотрим этот наклон с натуры Перенесли Запомнили Отчеркнули Лишнее сразу можно подтереть Этот наклон, пожалуйста Запомнили Где это находится Отчеркнули Теперь мы померяем вертикальное ребро Его размер Так как я увеличиваю в один раз Я отвожу, собственно, один раз То есть у меня вот кончится предмет здесь То есть мы Как бы вот эту вот вертикаль Укладываем в горизонталь Не обязательно Нет, это не обязательно пропорция Тут самое главное Основное Это взять точные наклоны И межточные наклоны Которые я сейчас покажу То есть в принципе Если человек даже плохо соображает О внутренней конструкции формы И не понимает, да, что там внутри находится Обладая просто навыками построения Техникой приема Обычной просто техникой построения Он может построить форму Любой в принципе сложности Если правильно взять наклоны с натуры Все поняла И межточные наклоны в том числе Вот, смотрим сквозь карандаш Запоминаем Наклон в линии У нас вообще вот он Довольно-таки плоско получается Этот предмет И наклон Здесь будет даже еще больше Вот То есть это вот будет выглядеть примерно Пока как-то так Теперь после этого Мы еще не простраиваем насквозь предмет Теперь мы будем себя проверять Каким образом Мы будем брать межточечные наклоны Что это такое? Вот крайние точки предмета Примерные, да? Мы взяли там наклоночки Померили пропорции Мы можем между ними взять наклон Например, отсюда-сюда Отсюда-сюда То есть, например, вот все диагонали Межточками Вот так, вот так, вот так То есть мы проверяем Как они относятся к друг другу По наклону Я сейчас проверю Вот от этой точки сюда Возьму наклончик И смотрю Сквозь карандаш Соединяются ли вот эти две точки По прямой линии Так как они есть на самом деле На натуре Но, конечно, надо сделать скидку На то, что там угол отбит У куба Но представить себе, где он был В общем-то не составляет труда Посмотрим вот эти вот места И я смотрю опять сквозь карандаш На проведенной мной линии Вот здесь есть небольшая какая-то ошибка Почему? Потому что у меня они не соединяются Сейчас мы проверим Сейчас мы проверим Проверим вертикали Возможно нам придется добавить Уходящую перспективу вниз То есть Сделать его вот так Вот в этом случае Когда уже здесь не получается по прямой Мы делаем немножечко перспективу вниз Но Вот это ребро Вот это вот Оно ко мне самое ближайшее Мы его проверяем Вот оно должно быть вертикально Находиться Теперь смотрим Берем наклон опять от этой точки К этой точке Они должны соединиться Пока они не соединяются Значит мы дальше будем смотреть наклон Будем брать вот этот наклон Вот этот наклон Потому что ракурс сложный Ракурс находится на полу Здесь вроде неплохо Посмотрим наклон отсюда сюда Так Здесь они у нас соединяются Посмотрим Вот такой наклон проверим Мне кажется Он не очень точный А мы сейчас проверим Да Здесь вот есть небольшая Небольшая неточность Мы сейчас это все попробуем Немножко видео Сейчас Посмотрим Вот такой наклон сюда Теперь аккуратненько Мы делаем перспективу сквозную Но это точно Это не точно Потому что мы еще Это будем все уточнять Пока это примерно Что нам нужно здесь понять У нас должна быть перспектива сторон От нас От этого угла Прямо вот от этого места В ту сторону В ту сторону И еще немножко вниз То есть вот в чем В чем сложность ракурса Проводим Линию немножко дальше У предмета Смотрим Есть ли туда перспективы сокращения Но вот мне кажется Что внизу как-то не хватает Этой линии Перспективной Да Вот хочется Немножко поднять Уголочек Вот здесь То есть Они получаются Практически параллельны А должны быть С небольшой перспективой Ну да Вот он как-то Начинает Прямо рисовываться Так Теперь мы посмотрим Вот эту линию Что это такое Она должна Вот это Это и это Они идут в одном наклоне И внутренняя нам Видимо Она идет в том же направлении Значит она должна иметь Сокращение между ними Этими линиями Примерно в середине Ну это наверное будет Примерно как-то так Теперь мы посмотрим Наклон вот отсюда Сюда Проверим еще раз Так Здесь совпадает Здесь все нормально Дальше Эту перспективу Мы сделали Посмотрим Перспективу В ту сторону От нас К линии горизонта Опять продлеваем Немножко дальше Форма линии Перспективы Сюда Это сюда Это сюда Можно даже Вот так приложить Карандашик И передвинув Посмотрим Вот у нас даже уже Ну сантиметр Разница между Вот этим расстоянием И вот этим расстоянием Здесь нормально И раз Линия Два Линия Три Линия Перспективы Линии горизонта Туда Четвертая Невидимая Гра Между ними Примерно посередине Находится То есть они все Идут в том направлении На сокращение Плавно Между собой Ну да Уточнили Лишнее Потерли Пока я сильно На карандаш Надавлю Для того Чтобы иметь возможность Чуть-чуть линии Уточнять Где-то Подтирать И последнее Остается у нас Небольшая Перспектива В ту сторону Которую мы Сейчас опять же Вот эти вот Наклончики Проверим Еще разочек На всякий случай Так, ну вроде бы Вроде бы Они совпадают Раз, два, три Видимая линия Четвертая Где-то Между ними Примерно Посередине Что можно Еще сделать Как еще Себя проверить Помимо всех Межточечных Наклонов Которые мы взяли Можно Снять Свою работу И пойти Посмотреть В зеркало В зеркало Кверх ногами И в зеркале Уже будет Более-менее Понятно Если есть Какая-то Сильная ошибка Там Перспективная И так далее Это будет видно Сразу Ну да Она проявится Да, она проявится Вот Если все хорошо Прежде чем Делать линейный объем То есть Выделять Ближайший к нам Край жирной Черной линии Мы можем Еще раз Все точки Просмотреть Проверить себя По наклону Чтобы они У нас совпадали Межточечные Наклоны Сюда Межкрайними Точками предмета Сюда Например Сюда Сюда То есть Вот любые Крайние границы Предмета Которые нам беды Продолжение следует Продолжение следует...